Всем привет! Кто-то собирает лего, кто-то собирает мебель, кто-то собирает марки, кто-то собирает марки, наверное, собирает. Кто-то собирает лайки в соцсетях или просто пыль на полках. Я считаю, пока ты молод, в первую очередь нужно собирать впечатления. Меня зовут Сергей Фомин и сегодня у меня есть один день в Санкт-Петербурге, чтобы вместе с мобильным приложением КВЭДА собрать свою коллекцию впечатлений. На карте этого города есть тысяча мест, куда хочется попасть. Известных, искрытых, веселых и даже пугающих. И если вы, как и я когда-то, не знаете, что выбрать, пойдемте со мной, я все покажу. И первое впечатление я начинаю собирать сразу от московского вокзала. Кстати, старшего брата вокзала Ленинградского. Кто не знал, эти вокзалы практически полные копии. Так вот, когда Петр Первый строил Петербург, он планировал, что при входе в город вас будут встречать, ну, самые красивые места и достопримечательности. Только он планировал при входе с воды, а я приехал сюда на поезде. Поэтому меня ждет красота и уже и справа, и слева. И первое впечатление, знаете, такое, что ж так холодно-то у вас? Надо было приезжать сюда летом, потому что эти и фонтанчики, и трамвайчики, и белая ночь. Ну, вот эта вот вся стандартная такая красота. Ну, стандартной я не хочу. Я решил, что раз зима, так зима. Тем более, я уверен, в Петербурге я уж найду чем согреться. Согласен? Все, пойдем. И, чтобы все успеть, у меня есть чек-лист, которым я с вами тоже поделюсь. Там не будет мест, что называется must-have от Невского проспекта, Дворцовой площади. Я постараюсь открыть для себя и для вас такой новый Петербург и показать что-нибудь интересное. Итак, сегодня я загляну. На Большой Охтинский мост, на улицу Рубинштейна, в таинственное кафе в квартире и еще в несколько необычных, красивых, исторических и даже пугающих мест. Поехали! Начнем с Анны Кирхи. Это не только действующая лютеранская церковь, но и модное, как они сами про себя говорят, место. Ну, пойдемте посмотрим, что там такого модного. У этого здания очень необычная история. За почти два века своей жизни церковь Святой Анны успела побывать не только лютеранским приходом, но и кинотеатром, больницей и даже рок-клубом. В 2002 году она пережила сильнейший пожар, который полыхал почти сутки, и его последствия можно видеть на стенах и колоннах до сих пор. Здесь проходят богослужения, но также сюда можно прийти просто почитать книжку, помолчать и побыть наедине с собой в очень спокойной атмосфере. Слушайте, эмоции очень странные, мне и очень нравятся, и очень жутко, и жутко интересно. В общем, прийти сюда стоит, эмоции свои вы точно получите. Сейчас история все вернула на свои места. Здесь снова проходят богослужения, но атмосфера здесь совершенно необычная. Вообще невозможно прогуляться по Петербургу и не пересечь ну хотя бы 10-20 мостов. Ну, просто потому, что большая часть Петербурга находится на островах. Кстати, некоторые пытаются пересекать реки по льду, но, как бы так сказать, такая любовь может быстро закончиться. На этот мост я пришел специально. Сейчас он называется Большоохтинский, а раньше был мостом Петра Великого. Вы только посмотрите, какой он мощный, грациозный, серьезный. Кстати, очень похож на Тауэрский мост в Лондоне, и Большоохтинский сыграл Тауэрский мост в одном из советских фильмов про Шерлока Холмса. Не мост, а просто актерище! Но мне, если честно, этот мост напоминает о Париже. Вы только посмотрите, какие огромные, мощные заклепки, прям как на Эйфелевой башне. Кстати, по легенде, одна из них золотая. Золотая. Я видел, ну так, в кино друг рассказывал, что язык на морозе примерзает к металлу. Я пробовать не буду, где-то она, в общем, тут есть. Приходите летом, пробуйте, может и найдете. Так, ребят, я, конечно, очень люблю искать золото. Вообще, в душе я Индиана Джонс, да, и в детстве сидел в холодильнике. Но франшиза эта затянулась, я немножечко замерз. Сейчас у нас много дел, побежали дальше. Вот буквально всего пару-тройку километров пробежки, зимняя такая хорошая, и мы оказываемся на Синопской набережной. А дальше мы с вами двинемся вон туда. Это Александра-Невская лавра, и попадем в настоящий Некрополь. Из древнегреческого это город мертвых. Вдруг кто-то древнегреческий не знает. Вот, но если я сейчас не выпью чего-нибудь горячего, я тут просто с ума сойду, и в Некрополе останусь. Опа, сервис. Петербургский топленый снег. Люблю. И мы заходим во второй объект в списке наших сегодняшних впечатлений. Это Некрополь Александра-Невской лавры. Этот монастырь считается духовным центром Петербурга. Его строительство началось еще в 18 веке вместе с городом на месте, как тогда считалась, победа Александра-Невского над шведскими войсками. Он окутан множеством мистических, тайн и легенд. Говорят, ночью здесь не появляться лучше, если, конечно, вы не хотите увидеть что-нибудь мистическое. Ты хочешь увидеть что-нибудь мистическое? Ну вот и пойдем тогда, а то солнце скоро сядет. Смотри, это масонский символ. Глаз в треугольнике. Уже попахивает чем-то таинственным. Одна из легенд о пьяном могилечке. Да, вам не послышалось. Вот представьте, вы идете по Некрополю спокойно, никого не трогаете, темно, и вам навстречу вот такой походкой мужичок с лопатой и водки просит. Не будет водки пополам. Вот вам кажется смешно? Знаете, здесь как-то жутковато, потому что солнышко уже через полчаса заходит, так что я предлагаю идти к основным достопримечательностям. А джин или виски подойдет? А у тебя есть? Нет. Ну, так что спрашиваешь? Пойдем быстрее. На этом кладбище захоронены сотни великих деятелей культуры и науки прошлого, просто знатных людей и, как бы сейчас сказали, бизнесменов. Нам удалось найти великолепные надгробия, имена на которых говорят сами за себя. Это Римский Корсаков, Суворов, Глинка, Чайковский, ну и, конечно, главный мистический писатель Петербурга Федор Достоевский. А дальше давайте-ка мы с вами сходим в гости. Адрес есть. Погнали. Так, ну пока это все выглядит реально, как мы идем в какую-то квартиру, но с очень красивым подъездом. Но сказали там что-то прикольное. Звонит. Здравствуйте. Что тут у вас такое? Ну, давайте посмотрим, как выглядит обычно среднестатистическая коммунальная квартира в Петербурге. Нас встретила в гости сегодня Мария, и Мария нам проведет небольшую экскурсию. Так, давайте начнем с самого первого. Нас встречает гардероб, и очень много интересного здесь. Итак, в гардеробе вы можете оставить абсолютно бесплатно свои вещи, так как находится рядом Московский вокзал. Это абсолютно бесплатная услуга, то есть люди приходят, нас предупреждают, оставляют свои чемоданы и могут дальше идти гулять по городу. Также у нас здесь представлены костюмы бывшего Кости Кроица. Он раньше был мотоциклист, и Любеза нам предоставила для того, чтобы мы показывали гостям эти костюмы. Так, мы сейчас находимся в кабинете. Здесь проходит обычно по воскресеньям мафия, то есть все гости усаживаются за этим столом и дружно играют в эту игру. На что играют? Ну, смотря на как захотят они. Ну, ладно, потому что тут просто такая обстановка, как будто тут играют обязательно на что-то. Вообще здесь место такое гостеприимное, то, что оно частное, закрытое, как бы закрывается кабинет, и люди все могут здесь сидеть и отдыхать. Кальяная зона может также здесь быть, как частное мероприятие. Далее здесь мы видим спальню, ее тоже можно снять, 15 тысяч в сутки на двоих. То есть людям предоставляются тапочки, халат, и они могут расхаживать по квартире. И наблюдать мафию с первого ряда. Интерьер здесь очень необычный, и необычный тем, что он, ну, на мой взгляд, очень такой советский. Здесь видно какие-то бюсты, книги, очень старые телевизоры. Плазмы плоской я здесь не наблюдаю. И обычно мафия, она такая более, знаете, такая Чикаго, круглый стол, все дела. Но это советская мафия. Здесь играли, ну, я не знаю, что на джинсы, наверное, играли на жвачки, что-то такое. Ну, в общем, очень атмосферно. Так, где мы теперь? Мы теперь находимся в кухне-гостиной. Это комната, где можно позавтракать, пообедать, поужинать. Также у нас есть открытая кухня. Тут каждую среду 8 часов можно, ну, прийти на мастер-класс, и то есть как бы вместе с шеф-поваром, с шеф-поваром даже приготовить, покушать себе. Ну, то есть получается прямо вот квартира-квартира. Можно поспать. Я видел душ, можно помыться. Можно что-то даже самому приготовить. Вот так. Ключ выдается как-то? Нет, ключ не выдается. Все-таки нет. Коммунальная квартира. А сейчас мы находимся в ванной комнате. Ванная у нас такая же настоящая, как и все в этой квартире. Кажется, человек может прийти у нас с часу до трех и принять спокойно душ. Я проверю. Сейчас проверю. Нет, все работает. Все нормально. Рекомендую мыться без шапки. Здесь вы можете разместиться за барной стойкой, и наши бармены вам расскажут, как они приготовили ваш коктейль и сделать даже авторский коктейль для вас. Я смотрю, такие кресла интересные. Тут шахматная доска вообще, да? Судя по всему. Да. То есть можете, если на шахматы, можно посидеть и играть здесь. Атмосфера такая, знаете, вроде старая, вроде где-то даже советская. Где-то такой какой-то модерн. Модерн. Я теперь знаю немножко стилей. И все такое темное, но при этом не пугающее. Скорее стильное все-таки. Так, я хочу попробовать угадать, что это за огромное помещение. Здесь либо проводятся какие-то обряды сектантские, либо концерты, стендапы, либо просто какие-то церемонии. Стендапы, концерты проводятся здесь. Это считается чайной комнатой у нас. Чайная комната? Да. Очень много людей на время напьет чай. Я бы в последнюю очередь подумал, что это чайная комната. Когда я иду в какой-то там ресторан, заведение, я предполагаю, что будет какая-то яркая вывеска, вход с улицы, красивые там вот сделки, иди сюда, иди сюда. А к вам, когда мы поднимались, я до последнего не было ощущения, что мы идем в какое-то заведение, как будто это правда какая-то квартира, потому что там была и парадная, и вход со двора. Почему именно так? Ну, чтобы людям было интереснее, наверное, идти к нам в виде квеста какого-то все-таки сделано то, что коды у нас есть специальные, от домофона, от калитки. Мы снова на площади Восстания, и раньше здесь вместо гостиницы Октябрьская был слоновий двор. То есть там реально жили слоны, а не туристы. И иногда этих слонов водили гулять по городу, а прохожие ходили и смотрели на слонов. Говорят, что именно так и появилось выражение «слоняться», то есть гулять и смотреть. Если вы, как и я, приехали налегке, и у вас ничего с собой нет, можете начать слоняться прямо от Московского вокзала. Вон там Лиговский проспект, вон там Невский. И вы можете вообще переместиться сразу же к другому вокзалу, например, к Витебскому, моему любимому. Это одно из первых общественных зданий в стиле модерн. То есть это не просто коробка, обвешанная портиками и колоннами, а его внешний облик отражает внутреннюю конструкцию и назначение. Витебский вокзал — это старейший вокзал России. Именно отсюда в 1837 году отправился первый в России поезд. Ну, царское село, естественно. И интерьеры вокзала сохранены до сих пор. Вы можете просто приехать сюда для того, чтобы отправиться куда-то на электричке, но при этом вы посещаете настоящий музей. Если честно, даже уезжать никуда не хочется. Знаете, этот вокзал вызывает такие эмоции, будто он не настоящий. Будто отсюда поезда отправляются только в Ходвардс. Но нет, это неправда, потому что отсюда ездят электрички в Пушкин, Павловск, многие пригороды Петербурга. И здесь, кстати, снимали очень много фильмов. Ну, обстановка располагает. Это и «Брат», «Улица различных фонарей», «Идиот», «Приключения Шверлока Холмса». 150 фильмов, говорят, было отснято, и мы снимаем 151-й, поэтому нам надо держать Марку. Марку звука особенно. Обещаем исправиться. Я думал, может, хоть здесь где-нибудь золотая заклепка есть, но что-то пока не очень. Ну, пойдем. Витебский вокзал навеял мне такое английское, я бы даже сказал, лондонское настроение. Ну и, конечно, клише-клише, но чаю мне захотелось. И я приглашаю вас в ЧБ-кафе. Если вам показалось, что вокруг меня просто не прогрузились текстуры, то это не так. Это все задумано, это такой классный дизайн. Все как будто нарисованное, такое нереалистичное, как будто вы попали в раскраску. Можете себя здесь сфотографировать, сделать селфи и потом раскрашивать просто эту фотографию. Ну и если вы придете в яркой одежде, а не как я, то вас здесь точно заметят, и это хороший момент, чтобы с кем-то познакомиться. Да, это я. Так вы же... Вы же мне сами позвонили. Да, что нормально. Ну, снег, правда, плохо тут убирают, но так в целом все нормально, мне понравилось. Воу! Какое здесь все реальное. Глазам надо привыкнуть, это точно. Особенно после 2D. Желаете современное искусство, да еще и не коммерческое? Ха-ха-ха! Добро пожаловать в арт-центр на Пушкинской 10. Очень удобно, когда название совпадает с адресом. Здесь проходят кинопоказы, спектакли, концерты и даже выставки. А еще здесь находится знаменитая вертикальная улица Джона Леннона. Настоящее место творческой свободы. Удивительно, но появилось оно еще в СССР и существует до сих пор. Здесь, на набережной реки Фонтанки, очень много таких классических, известных туристических мест. Например, Марсово поле, инженерный замок, Чижик-Пыжик. Но мы-то любим нестандартное, и я вот тут в приложении у себя кое-что нашел. Нестандартное место. Это мы любим, поэтому приглашаю в этот двор. Вау! Слушайте, такого точно не ожидаешь от такого обычного серого питерского двора. Вы только посмотрите на это. Мозаичный дворик. В сказочный мир это место стало превращаться почти 40 лет назад и продолжать до сих пор благодаря художнику Владимиру Лубенко. Кусочки из мальты, мрамора, керамической плитки и даже фарфоровых чашек и тарелок для мозаики приносили художнику сами петербуржцы, а помогали в работе даже дети. Объемные и плоские мозаичные картины здесь повсюду. На стенах, полу и даже бордю. Ой, простите, по рибрик. Конечно, по рибрик. Посмотрите, атланты, ангелы. А вот и самая бесполезная вещь в Петербурге. Солнечные часы и работают они только вечером с включенным фонарем. Поэтому время здесь всегда зафиксировано. Примерно полшестого. Это фонтан. Понятно, не сразу, просто он в таком зимнем чехле. И посмотрите, даже воду сейчас имитируем такими пластиковыми подсвеченными трубочками. Очень красиво. Если есть умение и желание, вы тоже можете создать здесь свою мозаику и говорить всем, что украсили Питер. Жалко, инструментов я с собой не взял. Так, я понял, что мне нужно подкрепиться. И я мог бы, конечно, пойти в шаверму и понять, чем она отличается от шаурмы, но это как-то слишком просто и банально. А мы здесь не про банальности, вы помните. Я нахожусь на площади с народным названием Пять углов. Кстати, здесь находится самый узкий дом в городе. Один из самых узких и я здесь не из-за своего лица. Нам сказали, что рядом находится очень классное заведение, в котором можно вкусно и быстро поесть. Давайте посмотрим, как туда добраться. Называется оно суп-станция. Ответьте мне на очень простой вопрос. Почему у вас нет тарелок для супов, но есть съедобные тарелки для супов? Ну, это как минимум экологичнее. То есть, вы можете просто съесть суп, съесть стаканчик и все. Просто используется. Ничего не остается. Ничего не выкидывается, ничего не выбрасывается. Например, как те же пластиковые стаканчики, ложечки. Ну, конечно, мы используем пластиковые ложки, но чаще всего супы все же пьются. Для тех, кто прокусил дно супа, нужно ложкой уже доедать? Ну, вообще, да. А из чего делаются тарелки для супа? Все очень просто. Там пшеничная мука, куркума, вода, соль, масло. То есть, там нет ни молока, ни яиц. То есть, очень подходит прям веганам-веганам. Так, вегетарианцы, веганы, веганы-веганы, веганы-веганы-веганы, вегетарианцы и люди, которые едят. Ну, мясо, так понимаю, что тоже, да, у вас есть? Да, но не везде. А, ну, в общем, преимущественно супчики, они идут без мяса, но его туда можно добавить. То есть, как дополнительно бекончик, курочку, сыр. Ну, здорово. В любом случае, супчики подойдут всем на любой вкус. Здорово. Ну, давайте перейдем к дегустации. Я, я честно вам скажу, что я пока шел, сделал пару глоточков, но как будто бы я его достаю в первый раз и он подается, видите, сам съедом на стакан и вот обычный, ну, потому что он горячий очень первое время, держать не очень комфортно, но вот сейчас он уже остыл и очень странные ощущения. Ну, сырный суп, а это хлеб. По сути, хлеб, вот, вы макаете хлеб в суп, а тут вы суп макаете в хлеб. И получается, что в Питере, когда вы хотите есть, вам все равно приходится пить. Вот. Место очень классное, очень такое простое, но при этом сытное, особенно зимой. Очень много всяких рисунков, каких-то картинок прикольных, ну, видно, что сделано с душой, поэтому я от себя, ну, я, знаешь, команды, конечно, рекомендую. Ну, а у меня, наконец появятся силы на мой последний рыбок. Но сначала доесть. Говорите обо мне, что хотите, но после всех этих историй я просто обязан посмотреть, как пьют в Питере. И пьют ли вообще? Может быть, это всего лишь слухи? Как вы можете видеть, сейчас разгар вечера и совсем не туристический сезон, поэтому народу мало. мы зашли, а сюда именно заходят, на, наверное, самую известную петербургском и гостям города улицу Рубинштейна. И следующий факт не очень понравится местным жителям, но здесь находится более полусотни баров и кафе на любой вкус, поэтому шумную компанию, улыбчивых девушек, просто счастливых людей можно встретить в любое время дня и ночь. А еще вы можете зайти в любой бар и заказать боярского. Да-да, это тот самый знаменитый, энергичный и горячий питерский шот. Тоже по-своему символ Петербурга. Так, здравствуйте. Мне нужно что-то горячительное, потому что я к вам приехал и замерзся, но при этом что-нибудь креативное. Можете что-нибудь такое предложить? Сейчас сделаю. Ну, сейчас сделаю, наверное, что крепкое могут сделать в Питере. Это чаек черный, два пакетика и креативное. Может быть, туда сгущенки добавят. Посмотрим. Это для тебя. Это, получается, будет ром с нахруном и пряными специями. И это будет водка на центре с сгущенным молоком. Вот это будет самое согревающее, а эту советую в последней. Ну, за безоблачную погоду. Слушайте, очень хорошо. Очень легкая. Тут только лимонадик, чувствуется крепость. Но очень приятно. Так, ну, в детстве я пил молоко с чаем, потом я пил кофе с молоком, потом я перестал пить чай с молоком, потому что понял, что это безумие. Теперь у меня водка со сгущенным молоком. Слушайте, прикольно. Прикольно. Такое сладкое. Что-то типа беллиса, да, получается? Только цитруса немного. Слушайте, Ладно, я боюсь перегреться, поэтому я пойду дальше, но к вам еще загляну. У нас еще много разных будет, так что заходите. Честно говоря, к тому времени у меня уже закружилась голова. Воскресшая церковь Анна Кирхия, мосты над большой и холодной Невой, мистический некрополь, шот на Рубинштейна, неописуемо красивый и шумный вокзал, кафе какое-то нереальное. Это вообще не похоже на Питер с открыток. Но ведь этого мы с вами и хотели, правда? Уже как-то хочется спокойно прогуляться вдоль каналов, разглядывая причудливые здания. Но нет. У меня есть график и жажда увидеть другие скрытые стороны этого города. Никольские ряды это такое место, куда вы можете прийти всей семьей определенно. Но и одному вам скучно не будет, потому что есть горка, по которой вы можете прокатиться, даже если вы молоды душой и только ей. Есть ярмарка, большая, классная, светлая. И покушать, и переодеть, что-нибудь тепленькое у вас тоже получится. И карусель, и елка. В общем, я уверен, что мое последнее в этом выпуске впечатление будет действительно ярким. Не уверен, что я хочу, точнее, не уверен, что меня пустят на эту карусель, но пятюню отвесить кому-нибудь и обед. Да, вкуснее. Сейчас что-нибудь бахнем, какой-нибудь сочный, крепкий, брусничный чай блютихой здравствуйте мне пожалуйста клюквой имбирь один чай это великолепно когда зимой холодная потому что в петербурге хоть и минус 8 но даже iphone говорит минус сколько много что-нибудь горячее нужно пить обязательно чтобы не заболеть знаете я подумал на самом деле таких мест не очень много и очень здорово что они есть потому что ну много это для очень такого приятного препровождения не нужно просто красивый свет какие-то уютные магазинчики очень простые напитки и закуски и какое-то очень простое детское развлечение этого это очень важно для уюта в городах поэтому мы очень будем рады да и все жители чтобы таких мест в городах становилось все больше и больше тогда тепло будет уже внутри людей а я пошел на горку как говорится у нас в команде любишь сниматься люби и оператора возить что-то 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 а и а Я думал, будет проще, но было туда очень страшно. Друзья, наш маршрут заканчивается на одном из самых мистических мест Петербурга. Это Семимостя. И как следует из названия, отсюда видно сразу 7 мостов, включая тот, на котором я стою. Это Красногвардейский, Пекалов, Новонекольский, Старонекольский, Могилевский, Смежный и Кашин. Я их выучил! Я считаю, мое желание сбылось. И, как мне кажется, я показал вам и посмотрел сам действительно обратную сторону Петербурга, которую не каждому дано увидеть и собрал коллекцию незабываемых впечатлений. Анна Кирхе, Большоохтинский мост, Некрополь Александра Невской Лавры, Улица Рубинштейна, Витебский вокзал, Кафе ЧБ, Субстанция, Квартира номер 8, Арт-центр Пушкинская 10, Мозаичный дворик и Семимостя. А вам я желаю повторить мой маршрут с мобильным приложением КВЭДА, ну или составить свой. В любом случае, открывайте Питер по-новому и собирайте свою коллекцию впечатлений. Питер по-новому и собирайте свою коллекцию.